Практически год назад в ходе совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прошедшем в Астане, президент Узбекистана выдвинул инициативу, призванную содействовать лучшему взаимопониманию между людьми разного возраста, совместному поиску решений наиболее актуальных проблем нового поколения. На ее основе в Самарканде прошел шестой молодежный совет совещания и первый диалог поколений. В унисон с данным международным событием состоялись молодежные конгрессы и форумы с Казахстаном, Россией и Азербайджаном. Шестое заседание молодежного совета совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии объединило на одной площадке представителей более 70 госорганов, ответственных за реализацию государственной молодежной политики. Актуальность проведения мероприятия обусловлена тем, что сегодня в странах-членах СВМДА молодежь является самой многочисленной и активной частью общества, а также позитивной движущей силой реформ и развития всех сфер общественной жизни. Центральная Азия, особенно такой уникальный регион, менталитет и культура в наших странах, имеет иммунитет для противостояния экстремизму, терроризму. У нас испокон веков воспитание молодежи, такое гормональное сочетается воспитание молодежи, поэтому мы должны еще вместе усилить в этом направлении нашу работу. В рамках заседания состоялся первый узбекско-азербайджанский молодежный форум в качестве участников около 200 молодых людей. Для них это настоящая платформа для обмена инициативами и перспективами, интересными идеями. Наиболее актуальные темы для дискуссии, меры, направленные на повышение интеллектуального потенциала молодежи, расширение предпринимательства среди молодежи. Активное участие нашей страны в деятельности совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и реализация заявленных руководством Узбекистана инициатив может способствовать укреплению политического взаимного доверия, продвижению регионального сотрудничества, поддержанию безопасности, развитию торгово-экономического, транспортно-логистического и туристического потенциала всего региона Центральной Азии. Ну а тем временем в повестке дня Узбекско-Российский молодежный форум. С коллегами из эстации волонтеров Узбекистана обсудили те проекты и инициативы, которые уже удалось реализовать. Опыт сотрудничества у нас около пяти лет с добровольческим движением. У Узбекистана уже много ярких проектов, есть инициатив даже на мировом международном уровне, как наша премия международная We Are Together. Узбекистан делает огромную поддержку в наших проектах и инициативах в России. Также является таким примером для большого количества государств по тому, как работать с молодежью, как вовлекать ее в добровольство, как поддерживать те или иные меры. И сегодня, кроме слов благодарности и опыта сотрудничества, в том числе заметили некоторые планы на будущий год. В рамках форума между Центральным советом Союза молодежи Узбекистана и Национальным советом молодежных и детских объединений России подписано соглашение, которое предусматривает развитие и укрепление международного сотрудничества в сфере молодежной политики. Это очень хорошая площадка. Хотелось бы отметить высокий уровень организации. Также не могу не отметить гостепринства нашего братского узбекского народа. Все проходит на высшем уровне. Наверное, не просто так Конгресс проходит в ценах университета туризма «Великий шелковый путь», так как Самарканд – это сердце Великого шелкового пути. Мы своими глазами, я лично увидел высокие перспективы, что это может быть жемчижной не только Средней Азии, но и всего мира. Не менее интересной была программа и второго Конгресса молодежи Узбекистана и Казахстана. Проведение форума является логическим продолжением встречи лидеров двух государств в рамках саммита Центральной Азии и Европейский Союз в октябре прошлого года. Цель Конгресса – изучить актуальные проблемы современности с точки зрения интересов молодежи. В Конгрессе приняли участие более 220 участников.